А этот фильм является совместным производством сразу нескольких кинокомпаний, таких стран как США, Великобритания и Дания, а также Советом по кинематографии Ирландии и Комиссией по кинематографии и телевидению Северной Ирландии. Длится этот фильм 85 минут, а называется этот фильм «Грибы». Итак, шестеро молодых людей, три пары, едут в лес, в Ирландский заповедник, чтобы отдохнуть и расслабиться. Но если вы думаете, что они вечером сидят у костра, будут пить ирландские виски и горланить песни под гитару, то вы ошибаетесь. Эти плохие мальчики и девочки едут туда, чтобы откушать волшебных грибочков. Лучше искать зонтик свободы, называемый магическим грибом. Он дает неистащимую энергию, вызывает галлюцинации, неконтролируемый смех. А по дороге Джейк развлекает своих приятелей всякими байками. Он рассказывает, что в лес любят приезжать парочки, чтобы заниматься там любовью, а местные смотрят на них. А потом парочка три раза моргает фарами автомобиля и... Это сигнал для собачника подойти и присоединиться. Он расстегивает штаны, достает свое хозяйство, стекло машины опускается, он засовывает драгоценность, и девушка ему доставляет удовольствие. А по дороге с ними случилось несчастье. Они сбили дикого козла. Словно сам Господь Бог предупреждает их, чтобы они не ехали дальше, а возвращались домой. Осторожней! О, муж! Черт, это козел! Но тут из леса появляются два странных чувака, которые забирают себе мертвого козла и уходят с ним. Это их обед. И вот, наконец, они прибывают на место. А Джейк говорит своим гостям, что нужно собрать все мобильные телефоны и запереть их. Прочь все мобильники. При этом бывают галлюцинации. И вы можете звать маму и кричать, что за вами гонится огромное чудище. И звоните в полицию. Или в вторую помощь. И вот, эта компания расположилась на берегу озера и пошла в лес собирать волшебные грибочки. А Джейк инструктировал своих приятелей о том, какие грибочки ни в коем случае нельзя употреблять. Черт, теперь не их сезон. Они опасны? Как и атомная бомба. Плохие парни с темными шишечками. Называются головой мертвеца. Он объясняет своим друзьям, что те, кто съели этот гриб, могут умереть. А если они и останутся в живых, то их здоровье будет нанесен значительный ущерб. Разнесет все внутренние органы, если вы живы. Агрессия, взрывы жесткости. И что самое главное, это дар предвидения. Пошли. Надо предупредить остальных. Одну из девушек, по имени Тара, не успели предупредить. И она, как малое дитя, пихала в рот всякую гадость. И вот, буквально через несколько минут в Старой происходит неприятность. Да, такие вещи бывают с теми людьми, которые совершают непродуманные поступки. Черт! Ура! Черт! О, Господи! И вот вечером, устроившись у костра, они готовили напиток из глюцигенных грибов. А Джейк травил бальки о том, что в незапамятные времена творилось в ближайшей местности. Той ночью были зарублены 27 человек и не обнаружили еще двух тел. Говорят, так и бродят здесь. И вот, все легли спать. Но одна из парочек поссорилась. И парень, которого звали Блуд, вышел из палатки, подошел к костру и отхлебнул в лошадиную дозу напитка из волшебных грибочков. Блуд поймал кайф и, сильно прибалдев, пошел в лес, где ему привиделась девушка, которая манила его к себе и кокетливо пряталась. Эй, вернись, эй! Видел девушку? Она пошла туда. Блуду привиделась автомашина, которая три раза моргнула фарами. Он сразу же вспомнил байку, которую рассказывал Джейк, подошел к автомобилю. Тут стекла на дверце опустились. Он сунул свою драгоценность внутрь автомашины и стал получать удовольствие. Таржи, получившая дар предвиденья, почувствовала, что с Блудом случилось что-то плохое. Утром начались его поиски и нашли его труп. Я боюсь, он влип в какое-то дерьмо. Через некоторое время Тара увидела в лесу фигуру черного человека. Ужас охватил девчонок, ведь это, наверное, и есть убийца Блуда. Убегая от преследователя, Холли натолкнулась на лесную избушку, где жили два чувака, долгие годы употреблявшие глюцигенные грибы и превратившиеся в дегенератов. спустя некоторое время Тара находит платье Холли и понимает, что произошло что-то ужасное. Холли! Холли! Тара же, получившая сверхъестественные способности предвиденье, отчетливо увидела последние минуты жизни Холли. Я хочу быть твоим другом. Тара отчетливо видит, как умрет Лиза. Она бросается ей на помощь, чтобы предотвратить несчастье. Но, увы, слишком поздно. Лиза тоже гибнет. Следующей жертвой становится Трой. А Джейку выдается спастись от погони, выпрыгнув из окна с высоты, но при этом он ломает ногу. Не открывается. Но вот и Джейка настигает смерть. Тара же, предвидевшая и это, не смогла его уберечь. Я люблю тебя. Сама же Тара благодаря своим сверхъестественным способностям вовремя почувствовала опасность и сумела вылезнуть от маньяка. И вот пришла помощь. Таре теперь ничего не угрожает. полиция причесала лес и схватила маньяка. А медики окажут первую помощь несчастной девушке, которая чудом осталась живых. Нет! Пустите меня! Хочет кричать! Но это еще не конец фильма. Развязка впереди. Таре снова впадает в беспамятство и убивает медика, который оказывал ей первую помощь. Пожалуйста, вы можете мне помочь? Потерпите. Когда Таре впадала в беспамятство, она видела вокруг себя маньяков. И в таком состоянии она убила пятерых своих друзей, одного из чуваков, живущих в лесной избушке, и доброго доктора, который оказывал ей медицинскую помощь. А когда она приходила в себя, то она ничего не помнила, но ее память воспроизводила какие-то обрывки. И Таре совершенно искренне считала, что это у нее дар предвидения. Ах, че, Таре? Я помогу тебе только доверься, мне, что тебя ждет. Я имею в виду смерть. Откуда ты узнала? Я положила его сюда. Тука! Я хочу быть твоим другом! другом! Нет, пожалуйста! Я люблю тебя, Джейк. Я тоже люблю тебя, Таре. Таре.